всем здрасте это факт по программированию номер четыре факт опять же хорошем смысле давайте посмотрим на какие на сегодня вопросы их снова их 5 начнем с 15 ну и давайте тогда уже приступим так вопрос номер 15 паттерна оркестрация и геохореография что и когда если говорить про микросервисную архитектуру то в частности эти паттерны очень хорошо применяются именно к архитектуре микросервисов что и когда если говорить про общих подходы то смотрите хореография чаще всего но это не то чтобы даже чаще еще и рекомендуется хореография обычно используется внутри микросервиса А оркестрация управления всеми процессами, она используется между микросервисами. Но это так вот в общих чертах, есть, конечно, нюансы, можно использовать и то, и другое, и там, и там, собственно говоря, и в сервисах, и внутри, и поверх них. В общем, все зависит от того, какие вы цели преследуете, ну вот обычно рекомендуется, ну то есть, я так делаю, да, то есть оркестрация, она между сервисами, а хореография, она внутри сервиса. Вопрос номер 16. Программирование на платформе DAPF с использованием MBVM нужно или нет? Ну, смотрите, друзья, на самом деле все очень просто. Я люблю программировать, поэтому у меня нет других вариантов, кроме как использовать MBVM на платформе DAPF. Что это дает? Ну, кроме того, что вы отделяете UI от представления, то есть представление от модели, модели поведения, это дает большие возможности по юнит-тестированию. Это, во-первых. Во-вторых, если вы будете писать MBVM, это дает сложность в том смысле, что кода вам придется написать гораздо больше. Почему? Потому что у вас любое действие, любой объект, любое поведение будет заложено в ваш объект, то есть в ваш MBVM оболочку, да, грубо говоря, если так можно выразиться. То есть, если говорить про дабл-клик на форме и под дабл-клик вы делаете какой-то там хендлер, то считайте, что за вас уже Microsoft или там C-Sharp уже все сделал, да, и вам нужно просто написать там label.text равно какой-то текст, и ваш UI изменится. Так вот, чтобы управлять вот этим вот всем поведением, этим хендлом, этим вот хендлером, вернее, этим вот label, да, то есть его состоянием, вам нужно это все реализовать в MBVM. Ну, поэтому MBVM считается более сложным подходом, но, тем не менее, у вас в руках появляются все веревочки, все ниточки, за которые можно дергать и управлять. Еще раз повторюсь, чем больше классов в вашем проекте, тем проще и тем эффективнее будет управление вашими задачами, вашими бизнес-задачами, я имею в виду. Вопрос номер 17. Какой гид-клиент вы используете в общедневной работе? Ну, надо сказать честно, я использую их несколько. Так, давайте перечислим, я использую гид-экстеншн, я использую форк, я использую в Visual Studio Code встроенный гид-клиент, я использую гид-клиент, который встроенный в Visual Studio, я также использую клиент, который встроен в PowerShell. Получилось 5. Все они имеют свои плюсы и минусы в разных местах, ключевой момент, что они работают все равно с гид-ом, только по-разному и в разные моменты времени удобнее использовать тот или иной. Вы выбирайте, конечно, как хотите. И вопрос 18. Наш темлид запрещает выставлять наружу акварибл. А, ну, извините, два раза наружу, ну ладно, так бывает. Так, наш вопрос, почему отвечать так надо? Можно ли? Можно ли что, верить темлиду? Можно ли выставлять? Можно ли спрашивать? Ну ладно, это шутка, шучу, конечно. Смотрите, ваш темлид на самом деле очень прав. Выставляет наружу акварибл, ну не то чтобы... Ну, в общем, это не комильфо, это неправильно. Почему? Акварибл это часть Линк-Кью, и, соответственно, ее реализация есть только в Линк-Кью. Поэтому, на самом деле, еще очень важно сказать, что акварибл очень трудно тестировать. Майкрософт постарался сделать обалденную штуку, которая называется акварибл-атти, и поэтому там реализация, на самом деле, очень сложная, и поэтому симулировать ее в этих моках, в заглушках, в стабах очень-очень сложно. Конечно, можно, но очень сложно, то есть достаточно проблематично и требует некоторое это. То есть написать юнит-тесты на вот эту акварибл, коллекцию, которую вы ставите наружу, ну, на самом деле, так, ну, то есть это не очень просто, да, то есть нетривиальная задача. Поэтому ваш темлид, он говорит совершенно правильно, я тоже говорю всем своим знакомым и близким, нельзя выставлять акварибл наружу. Есть исключение, когда у вас внутренний класс, который там internal, да, допустим, он наружу не смотрит, то акварибл имеет место быть, когда он является и используется где-то еще как посредник, да, то есть у вас какой-то билдер, акварибл получил, акварибл вернул, но он наружу не выставляется, делает простые операции, ничего с бизнес-логикой там особого не делает, в общем, использует какие-то другие прикладные классы, которые используют непосредственно реализации бизнес-логики, а акварибл только наружу, то есть вот такие варианты, они как бы нормальные. Ну, когда вы создаете, допустим, пейджет-лист акварибл, ну, это на самом деле, если учесть, что пейджет-лист выставляется на UI, и я думаю, что я ответил на этот вопрос. В общем, правильно говорит ваш темлид, ну, я думаю, что он должен был, конечно, вам про это рассказать. Ну, и вопрос девятнадцатый, где и когда использовать можно и нужные gRPC-сервисы? Ну, здесь, наверное, не совсем правильный подход, gRPC это не сервисы, да, то есть gRPC это в основном протокол, да, передачи данных, ну, естественно, его можно использовать в сервисах, ну, и, в общем, если изначально говорить о том, для чего и как это использовалось, то есть это была внутренняя разработка Google, которую они использовали во внутренних проектах, потом всем все понравилось, выставили наружу, штука работает исключительно хорошо и просто, и на самом деле ее идеальнее всего использовать в микросервисной архитектуре, то есть чтобы микросервисы общались с собой, в смысле между собой, вот по этому протоколу. Чем отличие REST протокола от gRPC? REST работает с JSON, gRPC возвращает поток, то есть стрим, вот, и нужно учитывать специфику, где и когда, ну, я посоветовал бы, смотрите, допустим, у вас есть какой-нибудь микросервис, который имеет там, я не знаю, orders, да, какой-нибудь, то есть договора, а в другом сервисе, например, пользователей, да, в котором есть ссылка на, то есть идентификатор какого-то ордера, да, в каком-то списке, допустим. Так вот, получение самого ордера по идентификатору в сервисе пользователей, это нормальный вариант, то есть отправили запрос, максимум там, все это очень быстро работает на gRPC, кстати, вы получите уже готовый объект, связанный с этим идентификатором этого договора, и это работает идеально быстро, и на самом деле, ну, даже можно легко тестировать, в общем-то. Еще что хотелось бы сказать, смотрите, есть некоторые ограничения на использование gRPC, ну, во-первых, вообще, сами разработчики, да, gRPC, они рекомендуют максимально редко использовать gRPC, то есть такие, ну, совсем, как бы, камерзные случаи, когда там уже без них, ну, в общем, других вариантов нету. Я рекомендую использовать Rabbit, да, то есть вот это вот message queue, то есть обмен сообщениями, она, как бы, и логируется, и тестируется, ну, в общем, хотя gRPC, конечно, тоже, на самом деле, интересная штука, и работает достаточно интересно и быстро, но, в общем, если они сами рекомендуют не часто, да, использовать gRPC сервисы, еще у них есть некоторые ограничения, они работают только по защищенному каналу. В общем, если у вас какая-то микросервисная архитектура, в которой нет понятия сертификатов и доступ через службы сертификации, но gRPC вам не поможет. На этом, наверное, вопросы мне закончились. Вам всего доброго и до свидания.